Это Патрик и его папа Максим. Патрика могло бы не быть, во всяком случае именно на этом настаивали врачи. Когда во время беременности жены Максима гинеколог обнаружила у плода отклонения, безапелляционно заявила, нужно делать аборт. Мы категорически отказываемся от абортов в любом случае. И была ситуация, что мы просто поменяли гинеколога, то есть нашли тех, кто ведет сложные беременности, скажем так. И нам очень хороший гинеколог попался, гинеколог, который хочет продолжать жизнь ребенка. То есть она была рада, что родители не отказались от него. И на фоне этого тоже такой приятный эффект, что это не есть необходимость избавляться от ребенка, который может быть с какими-то патологиями. И тогда получилось, когда мы поменяли гинеколога, предыдущий гинеколог, она все еще продолжала звонить и наставить на том, чтобы мы до 21 недели успели сделать аборт. Несмотря на давление медиков и окружения, родился Патрик. Сейчас ему почти 10. Он – солнечный ребенок. Так называют детей с синдромом Дауна. Это генетическое заболевание, вызванное аномалией 21-й хромосомы, которая проявляется в виде умственной отсталости, пороков сердца и самых разных нарушений развития. Что касается умственного, то просто нужно привыкать. То есть это такие люди, которые у них есть пауза перед тем, как они понимают, что от них хотят. И потом еще пауза до того, как они принимают решение что-то делать. То есть ты никогда не можешь ожидать от него резкости в реакции. То есть это здорово, потому что ты всегда читаешь реакцию на лице. То есть ты понимаешь, что за чем-то следуют какие-то действия, за какой-то реакцией. То есть ты можешь, он достаточно предсказуемый. Это здорово. И вот у них есть такое. То есть недаром, скажем, есть эта шутка про то, что кто-то даун. То есть просто потому, что человек медленнее доходит до чего-либо. Ходить Патрик начал только в 4 года. До сих пор практически не говорит. Все это связано с особенностями физического развития. Им тяжело двигаться, из-за чего они становятся ленивыми и неповоротливыми. Все это можно в какой-то степени компенсировать. Спортивные занятия, логопед, эрготерапевт, физиотерапевт, специальный педагог – это будни Патрика и его семьи. Специалисты лишь закладывают вектор, все остальное на плечах родителей. Максим и его супруга стараются воспитать сына максимально самостоятельно. Дома у нас в приоритете уборка. То есть он всегда помогает мне по работе. Когда я работал дворником, например, он тоже приходил. То есть я брал его с собой, и он активно подметал листья метлой, снег убирал. То есть если мы говорим о том, чтобы он имел какую-то работу, то есть я готов пойти с ним, работать дворником или уборщиком, грубо говоря. То есть и вот у него будет работа со мной. И опять же, то есть у нас есть знакомые, которые я знаю, что они о нем позаботятся в таком же ключе. То есть я понимаю, что они дадут ему работу, скажем так. То есть они знают, что он может, что он умеет, и они готовы, потому что Патрик, он готов что-то делать. Как-то так. То есть в принципе в этом ключе, что он сможет себя обеспечить и сможет быть, ну, насколько это возможно, самостоятельным. Да, то есть мы спокойны. А это Александр и Матильда. В отличие от Патрика, ее солнечность обнаружилась лишь после рождения, 4,5 года назад. Были признаки, которые, ну, врачи уже сразу замечают. Там расстояние между пальчиков, разрез глаз. Но чтобы удостовериться, надо было сделать анализ насчет хромосом. И параллельно там сердечко проверить. Ну, это все проблемы, которые сопутствуют обычно при рождении у этих детей. Проблем не обнаружилось, слава богу. Все в порядке. Отклонение сердца, маритмия, дыхание. Все было в порядке, анализы. Ну, да, подтвердилось то, что лишняя хромосома, трясомия, и оказалась, оказалась вот солнечным ребеночком. Рождение солнечной девочки совпало с разводом ее родителей. Но даже несмотря на то, что Александр вполне мог бы ограничиться алиментами или стать папой по выходным, он выбрал другой путь. Он не только не оставил дочь, он оставил все ради нее. В тот момент, когда у нас произошел кризис в семье с женой, я был профессиональным спортсменом все еще, и я катался, так сказать, ездил на сезон обычно за рубеж, на 9-10-8 месяцев уезжал в другую страну, играл, так зарабатывал на жизнь. Волейбол, играл в волейбол, в спорной Латвии тоже. Но уже начал задумываться, а что потом, а что дальше, а где я себя еще вижу, так же, как в волейболе. Долго этот вопрос, и он мне до сих пор актуален. Но с появлением Отильды, с появлением той ситуации, я понял, что... не понял, почувствовал, что пришел момент взять тебе какой-то той ответственности для мужчины, каких-то перемен более серьезных. И я решил оставить спорт профессиональный, еще два годика поиграл здесь в Латвии, и потом понял, что и это, несмотря на какую-то там денежку дополнительную, но это влияет на время мое пророждение и качество с ребенком. О будущем Матильды Александр не тревожится, просто делает все от него зависящее, чтобы помочь девочке развиваться. Терапия, обучение много времени уделяет социализации. Общество не отвергает таких детей, говорит Александр. Просто не хватает осведомленности. Я несу ее на руках с гордостью на любую площадку, на что, на любое мероприятие какое-то. Пока не было такого. Но я чувствую, скорее, не негативное отношение, а несведомленность. Чувствуется, что вообще дети, необычные другие дети, с аутизмом, с разными синдромами, да, с ДЦП, понимаешь, что сам сам слушается за проблемы, что их много, и людей таких много, но мы их не видим. Говорят, что мужчинам сложнее принять диагноз ребенка. Эти две истории полностью опровергают это утверждение. Максим и Александр демонстрируют по отношению к своим солнечным детям полное принятие, трогательную заботу и безусловную любовь, как бы трудно порой ни было. Нужно понять, что да, не простая ситуация пришла. Нужно тебя вытащить из этого или просто посмотреть на себя со стороны, вот как ты в этом кокуне находишься, отчаяния. Ну а почему к тебе это пришло? Почему? Многие задают вопрос, и я сам задавал вопрос одно время. Но он абсолютно неверный, мне кажется. За что? Не за что. А для чего? И тогда в корне все меняется. Елена Вихрова, Микола Бастанжиев, Латвийская радио 4, специально для Русалоса. А для чего? Не за что? Это не за что? Елена Вихрова, Микола Бастанжиев, Латвийская радио 5,6-5-6-6-7-7-7-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Продолжение следует...